друзья я хочу все-таки 2023 год начать с пустых баночек потому что в конце 2022 не успела отснять и метод еще под накопилось кое-что ну во первых гель для стирки который покупала в магазине магнит для цветного белья я все-таки стараюсь для цветного белья использовать гелевые текстуры не знаю так ли права пометка color что действительно для цветного белья это защита от выцветания от вымывания цвета из одежды но тем не менее все-таки стараюсь стараюсь использовать именно такие использовала масочку которая мне приходила в подарок за мою активность группе вконтакте женский клуб почти идеально еще раз спасибо огромное действительно если использовать маску предварительно подержав ее в холодильнике гораздо приятнее ощущение на лице закончился детский шампунь для серафима мое солнышко но хочу сказать по секрету мне он тоже кстати очень понравился и в большей мере до использовала его я поскольку у серафима нормальные волосы и моем голову раз в неделю а у меня все-таки жирный тип волос и конечно же я использую гораздо чаще и закончилось еще жидкое мыло я перелила его в другой дозатор это секреты чистоты мыло для рук морской бриз 500 миллилитров я брала такой флакончик на озоне и хочу сказать что за довольно бюджетную цену мне очень понравилось это мыло ну и разобралась своих лаках декоративных лаках для ногтей и кое-что а точнее почти все либо под засохло либо срок годности закончился я понимаю что разбавляя лаки для ногтей уже не тот будет эффект либо они будут дольше сохнуть либо они будут слишком жидкими поэтому и использовать на ногти когда уже срок годности закончился тем более с моими ногтями которые и так без того слоятся и ломаются поэтому расскажу о том что закончилось во первых вот такие вот tint me лаки я брала два варианта один более нюдовый другой кораллового цвета поэтому решила что не буду их хранить и решила избавиться два лака от стеллари кстати очень неплохие были лаки один брала такой коричневатый что ли на камеру правда передает более такой какой-то как кирпич красный и розовый цвет я не скажу что он цвета барби но очень такой приятный на ногтях поэтому тоже пользовалась свое время когда более часто наносила себе маникюр декоративным лаком вот такая замечательная малютка от мавала это 55 оттенок могу сказать что он с переливами больше такой на голографию похож не скажу что слишком яркий потому что я все-таки выбираю для своих ногтей ногтевая пластина очень маленькая стараюсь выбирать более такие не кричащие оттенки потому что даже если будут облупляться вот здесь вот краешки это не так будет заметно и не так будет неопрятно выглядеть дэн роуз вот такой вот можно сказать ну наверное такая слива слива которая еще не совсем созрела но приятный тоже оттенок это оттенок 121 и и от марки tf вот такой вот оттеночек ньют но он ближе даже знаете к оттенку подходит своих натуральных ногтей то есть ногти выглядят очень аккуратными ухоженными но при этом на них как бы даже и не видно лака 205 оттенок еще из декоративной косметики карандашик от vivienne sabo мой любимый уже очередной я не буду говорить по счету какой 0 2 оттенок это тот который всегда у меня в использовании он у меня фаворитах это макияж без макияжа брови выглядят не татуажными но при этом очень аккуратно оформленными и 0 2 оттенок подойдет мне кажется для любого типа хоть для брюнеток хоть для блондинок но все-таки больше да наверное шатенки и блондинки подойдут к 0 2 и последнее о чем хочу рассказать это крем для лица от 100 рецептов красоты разбиралась тут в кремах и поняла что срок годности уже господи в апреле 22 года что стоит что хранится занимает место почему не использовала не знаю мне кажется не подошел комплексный крем для лица комплексы это значит можно использовать и днем утром вечером ну в общем в любое время но мне кажется что-то как-то он утяжелял по моему мою кожу наверное я отложила в стороночку и так он у меня и простоял для чего будет стоять тем более как мы всегда говорим когда наступает новый год надо начинать чего-то нового избавляться от всего старого и ненужного ну мы конечно не итальянцы чтобы с балкона все сбрасывать в том числе и мебель но уж такие то вещи вряд ли будем хранить дальше на улице вообще идет дождь вот это какое новогоднее настроение первое января по козырьку громыхает с балкона выглядывала идет девушка обходит лужи она прям по воде хорошо у нее ботинки на толстой подушке это даже не снег это дождь сегодня погода была очень очень прекрасная несмотря на гололед солнышко так светило поэтому я мигом собралась и сбегала в пятерочку мне нужно было молоко и хлеб и заодно заглянула на вайлберрис благо в этом же здании забрала свой цветочек долгожданный который я так долго выбирала какой же мне взять все таки я взяла как я его называю лавандос ну потому что мне вроде бы по оттенкам на кухню вот здесь подходит и я на кухонном столе вот очень хотела поставить вот такой вот цветочек искусственный потому что потому что в голове у меня мысль что не всегда бывают живые цветы особенно когда сезон цветов с поля или из сада заканчивается когда дамы вот вазе ставим живые цветы но хочется какого-то украшения на кухне поэтому я выбрала вот такой всем доброго дня ну 4 число я думаю что у многих уже все салатики закончились в арсенале поэтому я сегодня жарила котлетки но мне все равно сегодня на смену поэтому захвачу на даче картошечки с пюрешечкой будет очень вкусно да кстати а у меня еще в запасе крабовые палочки кукуруза как хорошо что я не стала стругать это все на новый год иначе бы это все испортилось потому что не съелась бы а вот сейчас 4 числа самое то друзья доброе утро пятое число на дворе каникулы медленно но верно продолжают двигаться к своему завершению как у вас с погодой у нас уже чувствуется что температура начинает опускаться то ли еще будет потому что рождественские морозы обещают причем очень очень резко опустится температура медленно медленно падает снежок так приятно так приятно падает так красиво на улице ну можно сказать бэр-бэр-бэр выходить или не выходить прогуляться все равно надо подышать кислородом да кстати у меня мама со смены возвращалась утром и за одну зашла в пятерочку и потом рассказывает представляете хлеба нечего даже выбрать то есть народ уже сгреб весь хлеб наверное очередной завод в магазине будет теперь только к рождеству а потому что позавчера я была в магазине ходила тоже за хлебом и за молоком и лежал очень много хлеба и грузчик одной женщине рассказывал она спросила почему так много хлеба лежит в лотках очень неимоверно что-то привезли нет заказали сразу много 240 обычно меньше ста заказываю его ничего себе я бы ну я говорю народ видимо я закупился заранее к новому году что даже второго до числа наверное я ходил 2 2 или 3 и народ уже даже хлеб не брал его чудно чудно его либо хватает запасов те которые набрали либо либо еще спят и и запасов уже никаких минах мастера фильмы сходили в магнит нам нужно было кое-что из продуктов решили взять овощную смесь и куриные бедрышки и опять фольги сделаю так так же как и на новый год но я делала с картошкой а здесь просто с овощами сделала как конвертики запеку до банкет у меня стоят кетчуп и огурцы это я сдачи притащила ватные палочки ватные диски как-то что-то разом тут все закончилось вот сейчас переложим я всегда беру в мягкую упаковку и перекладываю потом вот формочку запас еще взяла бумажные салфетки я в прошлый раз вот такие вот белые брала тут решила взять желтенькие да у меня вот тут мука уже закончилась просто несколько чайных ложечек на донышке осталось поэтому я взяла большой пакет муки но уж не буду показывать уже поставила на полку взяла сахарный песок да кстати в магните по 54 рубля по моему я увидела такой сахарный песок серафиму увидели в магните вот такие вот пончики взяли со вкусом ванили беленький и шоколадный потому что он уже таких три штуки разных уже съел моя солянка тоже почти готова сосисками с вареной колбасой с копченой колбаской и с курицей так что осталось немножечко покипеть и все готово из-за погоды что ли непонятно сегодня вот в рождество такое состояние пришибленная как будто мешком ударили я все-таки решила вот приготовить с овощной смесью куриные бедрышки потому что я вчера не замораживала и побоялась что ну и терял что эти бедрышки превратятся у меня через некоторое время в любительские да как раньше была любительская селедка с дужком поэтому решила все-таки приготовить немножко да плохо видно вот так вот цвет решила приготовить и фольга вот я вчера не показала вам я в магните взяла фольгу я в очередной раз выискивала чтобы была фольга вот такая вот саянская потому что она гораздо плотнее она не будет рваться она не будет крошиться не знаю где-то я когда-то вот вычитала что саянская фольга гораздо лучше мы опять аромалампы заправили эвкалиптом ну потому что сезон простуд мы решили все-таки профилактика важнее всего я все никак не могу серафима и хиноцею заказать вот за его именно виде чтобы можно было детям принимать потому что я хиноцею принимаю в настойке накапываю себе несколько капель я сегодня погладила белишко заодно себе теплую одежду мне надо на дачу сбегать теплые штанишки теплый свитер но и перегладила серафимкин футболки спортивные штаны потому что вчера все сняла высохшие но решила вчера рождество не грешит не заниматься ничем таким домашними делами только единственное к вечеру приготовила покушать в духовке а сегодня уже все перегладила надо на полке убрать